Битву за Кавказ историки называют одним из переломных эпизодов войны. К сентябрю 42-го гитлеровские войска захватили большую часть Краснодарского края. Во время оккупации погибли 60 тысяч мирных жителей. В наступление советская армия перешла в 43-м. Освобождение Кубани началось с Отрадненского и Успенского районов. А 9 октября последних фашистских оккупантов прогнали с Тамани. Сегодня туда со всей Кубани приехали ветераны Великой Отечественной войны. Там открыли тематические выставки, развернули полевую кухню. Гостям показали реконструкцию военных событий. Губернатор края Вениамин Кондратьев вместе с ветеранами возложил цветы к памятнику погибшим. Воинам, которые участвовали в прорыве голубой линии в 43-м году. Это на границе Славянского и Тимрюкского районов. Разграбленная, истерзанная, обескровленная Кубань. Это страшная правда о войне. Которую мы должны сохранить и передать нашим последующим покорениям. Передать, чтобы и они помнили. Чтобы помнили, как солдаты-победители, не успев снять шинели, стали отстраивать наши станицы и города. Чтобы помнили, как вчерашние фронтовики, голодая, не досыпая, вместе с тружениками тыла, заново начали отстраивать заводы, засевать поля, строить новую мирную жизнь. Мы, наследники этого великого, легендарного народа. И мы не можем, не имеем права придать их честь и славу. И если будем помнить мы цену нашего мирного неба, будут помнить наши дети, внуки, правнуки, а значит будем жить мы. Праздничные мероприятия прошли и в Сочи. Ветераны и молодежь собрались у памятника «Подвиг во имя жизни имена». Такой героический поступок совершил каждый, кто защищал Кубань во имя будущего. Цена победы была дорогой для жителей края. 260 тысяч человек не вернулись с фронтов Великой Отечественной. В память о каждом минута молчания. В Сочи помнят именно тех, кто бился за Кавказ и освобождал родной край. Эта мемориальная доска навсегда увековечила имя Николая Павлова. Ее установили и торжественно открыли сегодня на фасаде дома, где жил герой Советского Союза. Николай Дмитриевич – флагманский воздушный стрелок-радист авиационной дивизии. К июлю 1944-го он совершил 160 боевых вылетов. Лично сбил 4 самолета. После войны и увольнения в запас Николай Павлов работал в Сочи Ремстроя. Вел активную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Однажды, когда самолет был сбит и уже горел, а он ранен и в руку, и в голову, без сознания пришел в себя и увидел горящий самолет. Но там остались документы полные. И если они попадут в руки врага, все будет уничтожено, вся наша эскадрилья. Поэтому, надев белый халат, он пополз в самолет, документы сгорели, сумел выбраться, остаться живым. Вот где мужество. В доме на Тоннельной сегодня продолжает жить семья Павлова. Его внук Дмитрий с семьей. Они не просто гордятся своим дедом. Бережно хранят память о нем, рассказывая истории удивительного героизма жителям всего дома, благодарным за такое соседство. В правильном духе воспитывал. Он для меня, естественно, является примером. Был, есть и будет. И также мои дети всегда гордятся, внуки. И стремятся быть похожим на него. Все в семье у нас идут по военной линии, как и он. Начиная, как говорится, с меня и поколения все под погонами, как говорится. К новому месту памяти возложили цветы. В лице героя Советского Союза Николая Павлова, поблагодарив всех, кто отстоял Кубань и подарил мирное небо. Инга Габешия, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Субтитры создавал DimaTorzok